Здравствуйте! В эфире тема дня. Конкурс социальных инициатив «Мы – это город» выходит на финишную прямую. Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Алексей Лебедев, председатель экспертного совета конкурса «Мы – это город», директор по капитальному строительству Пау Запорожсталь. Здравствуйте! Здравствуйте! Кажется, совсем недавно только стартовал юбилейный пятый конкурс социальных инициатив «Мы – это город», но уже финишная прямая. Оправдал ли юбилейный этап ваши надежды? Можно сказать, что оправдал и даже превысил. Мы в этом году получили максимальное количество заявок. Это 279 заявок вообще на конкурс. Отобрано в полуфинал было 84 проекта, которые прошли, я считаю, очень строгую защиту. И были отобраны победители, которых на сегодняшний день мы определили порядка 60 проектов. Тренд 2017 в социальном проектировании. Каков он? Но тренд 2017 года от 2016 очень сильно отличается. Если в прошлом году основной тренд было – это спортивные площадки, детские площадки и благоустройство придомовых территорий, но я бы сказал, что в прошлом году это была большая половина проектов, которая на этом специализировалась. То в этом году, благодаря тому, что прошлогодние программы все были реализованы и городским программам в этом направлении, этот тренд практически отсутствует. И могу сказать, что тренд текущего года очень важен. Это образование и инклюзивное образование в том числе. Очень много проектов, связанных с улучшением быта, учащихся, с улучшением условий обучения. Ну и вообще, общеобразовательных проектов очень много. И в частности, много было проектов именно по инклюзивному образованию. Вы рассмотрели почти 300 заявок. Были выбраны полуфиналисты. Как будете определять финалистов? Ну, на данный момент, открою вам тайну, финалисты уже определены. Перечень проектов, которые получат гранды, уже тоже определен. С ними мы долго работали. Мы на защите в полуфиналах просмотрели все 84 проекта. Это были разные защиты. Они, ну, каждый подошел особенно к этому проекту. Кто-то лучше подготовился, кто-то чуть хуже подготовился. Суровая экспертная комиссия рассматривала. Были у нас очень горячие дебаты. Ну и были отобраны, на мой взгляд, лучшие проекты. И завтра мы объявим всех победителей. Среди лучших проектов какие направления? Среди лучших проектов направления по всем категориям. Это и патриотическое воспитание, это и благоустройство, и это энергосбережение. Есть абсолютно разные проекты разных направлений. Причем мы определяли, исходя из качества подготовки. И главный признак – это уверенность в том, что проект будет реализован и будет существовать уже без поддержки проекта. Это было одно из основных условий нашего конкурса. То есть, насколько я понимаю, вы пытались охватить по максимуму разных сфер? Да, мы рассматривали все проекты и поддерживали. Даже если там проекты были подготовлены не самым лучшим образом, мы старались даже в процессе помогать нашим грантотребователям или грантожелателям помочь доработать их проект для того, чтобы он имел право на существование и был реализован в текущем году. Говоря о грантах, о их суммах, какие они в этом году? Ну, у нас очень хорошая тенденция. За пять лет сумма бюджета конкурса выросла почти, не почти, а более чем в пять раз. Мы начинали пять лет назад с суммы 700 тысяч. Общая сумма была бюджета проекта. То на сегодняшний день мы утверждали, стартовали с бюджетом 3 миллиона гривен. Но после рассмотрения всех заявок и доработки наших внутренних процессов, мы увеличили бюджет до 3 миллиона 700 тысяч гривен. Почти на 20%. Более чем на 20%. Это общий бюджет более трех миллионов. А если говорить о отдельных грантах, сколько выделяется на один проект? По условиям конкурса на один проект выделяется не более 100 тысяч гривен. Это основное. Но таких проектов у нас было достаточно много. Но есть и проекты, которые просили и по 40, и по 50 тысяч гривен, по 80. Также мы очень активно работали с людьми для того, чтобы они уменьшали, оптимизировали бюджеты проекта, давали свои замечания. Соискатели, они очень активно откликались и работали с нами достаточно продуктивно. Поэтому мы смогли максимальное количество проектов охватить в результате. Есть ли такие проекты, которые превышают данную сумму? Нет, таких проектов нет. Условия конкурса этого не позволяют. На самом деле, условия конкурса позволяют сделать следующее. Мы можем выделить 100 тысяч, а условиями проектов не позволяется привлекать других спонсоров для данного проекта. И есть такие проекты, которые привлекали один, два или несколько и более участников по спонсированию данного проекта. Сколько проектов победителей в этом году? Это тайно, конечно, но могу сказать более 60. Сумма грантов планируют ли ее увеличить в следующем году? Я думаю, да. Как я уже говорил, это отдельная тенденция. Будем смотреть по ситуации, будем смотреть по настроениям. И я думаю, что мы будем увеличивать сумму бюджета нашего проекта. Есть ли проекты, которые в этом году по-настоящему удивили? Ну, я думаю, что это один из проектов, который был признан победителем народным проектом. Это проект Хортецкой национальной реабилитационной академии. Движение «Эта жизнь» строительства детской спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями. Этот проект, который был признан и лучшим проектом среди экспертов, и жителями города определен как народный проект, победитель в народном голосовании. В начале программы вы говорили о том, что в этом году больше заявок. То есть люди более активно стали участвовать в конкурсе? Да, люди более активно стали участвовать в конкурсе. И самое главное, что они откликаются на наши требования и улучшают качество подготовки документации. Хотя до идеального, конечно, еще очень далеко. Но мы работаем над этим. И люди, которые приходили в прошлом году и по каким-либо причинам не получили грант, ну уже есть такие, которые в этом году сделали работу над ошибками и получили. Но также есть те, которые в первый раз подали заявки. Кто-то получил из них, кто-то, скажем так, не совсем удачно. Но я думаю, что эти люди не будут останавливаться и добьются своего результата в следующем году. После получения гранта сколько есть времени для реализации проекта? И как это происходит? Кто контролирует? По условиям конкурса все проекты должны быть реализованы до конца текущего года, календарного года. А контроль обеспечивает специалисты комбината. И на окончании каждого проекта мы контролируем, участвуем, присутствуем на всех проектах. Есть участники, которые каждый год приходят и приносят новые проекты? Есть такие участники, и это уже знакомые лица. Мы даже когда проводили защиты, по этому поводу тоже отмечали, что люди, которые 2-3-4 года подряд участвуют и добиваются результата. И это очень положительный тренд для всего города. Можно ли сказать, что если приходить постоянно, то есть какие-то привилегии? Нет. Привилегий нет. Привилегия одна. Проект должен быть хороший, и проект должен быть правильно подготовлен, и должен соответствовать всем условиям конкурса. В этом году вы помогали подготовиться к проекту, написать его, подать, как правильно рассказывали. Как будете помогать в следующем году? Возможно, дополнительные курсы какие-то будут организованы? Мы обсуждали этот вопрос с экспертами и приняли решение, что надо проводить немного больше подобных мероприятий по обучению. В этом году их было 3 или 4, я уже точно не помню. Можно чуть раньше начинать, и планируем чуть раньше начать, для того, чтобы как можно больше людей готовились, лучше подготовились к данному конкурсу, подготовили свои проекты. Еще какие-то новшества планируются в следующем году? Давайте доживем до следующего года, тогда по новшествах объявим. Ну тогда давайте проанонсируем в этом году, когда будет награждение финалистов. Приглашаем завтра, в пятницу, в 5 часов, на площадь Маяковского, на вручение победителям их наград законных. Приглашаем всех желающих поддержать и хорошо провести время. Мы желаем вам больше участников в следующем году и реализации проектов в этом году. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, сегодня мы говорили о финале конкурса социальных инициатив «Мы – это город», который подходит к финалу. У нас в гостях был Алексей Лебедев, председатель экспертного совета конкурса «Мы – это город», директор по капитальному строительству ПАО «Запорожсталь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова